Либо за этим следите, и за этим, так сказать, сами знаете куда, по какому месту, потому что вот такая вот рука и еще поднятое плечо, это первый путь к тому, что через год-другой, в общем, в принципе, звука вообще нет. Вот просто такой какой-то. Ну, если сейчас вот на сцену они выходят, они в какое-то зажатие происходит, если она уже расслаблена, ну, что-то не вы, покажете. А мой совет, просто поводите ей. Волноваться на сцену, поводите ей. Да ничего страшного, волноваться. Это должно быть уже рефлекс, да? Волноваться, да, волноваться нормально, все волнуются, и войск, как вы говорят, не могут выйти спокойно на сцену. Это же не в этом дело. Дело в том, что вы, может, поводите ей чуть-чуть сейчас, вот как я делал, да, чтобы у нее вот это ощущение чуть-чуть появилось. Сейчас она, вот, она прямо держит, а я у нее вообще смычок у нее вот так вот поваливаю. Смотри, как надо держать смычок. Представь, что это смычок. Вот я здесь держу, видите, как колечко, и вот я вот кладу смычочек, ну, этот палец на смычок. И вот я здесь работаю, вот. Видишь? А если смотри, что будет, если я возьму, отпущу, вот выдержу пальчик. Вот, видишь, я так смычок не пойду. Поэтому мне приходится, как ни странно, держать вот здесь смычок. Не хватать, это не другое условие, держать. Да? И попробуй мне еще раз. Ты можешь, я уже вижу. Все правильно делаешь, просто чуть-чуть скорректировать, можно и ручки выросли, так сказать, неожиданно вдруг за последний год. Да, вот, вот, и повесь плечико. Поехали? Это следует чуть-чуть, чуть-чуть повыше. Вот. Физейчик встанет. Физейчик круглый. Нет, стоп. Почему нет? Смотри, потому что не вот так пальчики дармые ставят, а вот положите, положите их чуть-чуть сюда. Как говорят моему маленькому сыну, уложи спать. Уложи спать свои пальчики. Вот это значит вот так. У меня пять лет. Кто учит вашего сына? А, мой приятель Левинов. Я не могу. Я выучила двое детей. Да вы что? Они с вами разговаривают? Да, барьба. Дочка на втором курсе консервации. Слушай, ну, молодец. Мне не хватает. Ну, сын не пошел по скрипке. Ну, я не знаю, пойдет ли он или не пойдет, но я дома занимаюсь. Хотя вот все, что касается вот так. Я был очень сезонный. Встал, педагог. Все, я считаю, что... Да, пойдем. Да, пойдем. О! Мизинчик по угли. И на мизинчик вверх. Подними этот палец. Почувствуй. Почувствуй. Ага. Да. Смотри. Опусти скрипочку сейчас. Опусти. Да, да. Сюда. Давай. Позьми снучок. Позьми. Видишь, что ты хватает здесь? Берешь снучок. Смотри. Опусти его. Опусти. Так. Здесь. Здесь. Поверни сюда. Вложи. Спать пальчики свои. Вот. А теперь смотри. Я сейчас отпущу снучок, а ты держи его. Почему ты его держал? Потому что у тебя мизинец. Справа вот здесь находится. Он где-то между. Он должен держать снучок. Вот. Запомните? Самое это знание. Просто следите за этим. Давай еще раз. Пит? Нет. Вот это как-то на спит уже не играет. Да. Да. Сейчас сформируем ручку. Будет все самое лучшее. Не напрягай. Не напрягай. Вот. Кругленький. Молодец. Опусти его. Вот. Так. Сейчас отпущу. Не напрягайся. Я отпущу. Это же не значит, что надо. Ага. Вот. Только этот пальчик кругленький. Кругленький. Вот. Вот. Смотри. Не такой прямой. А вот. Видишь? И вот тогда у меня все время двигается вот сюда. Да? И делюсь мне. За этим следите, пожалуйста. Вот это не хорошо. Я не знаю. А вот смотрите. Просто вот так вот. В какой-то момент. Видимо. Начинает. Пальчик вот сюда свой положите. И вот так просто ей не давать его упрямляет. Понимаете? Вот здесь кругленький держите. И все. Видишь? Правда? Вот. И вот что должно происходить. Понимаете? Вот. Вот. Видишь? Сразу тебе. Только никогда не поворачивай себя. Это не так. Вик, ты понимаешь? Встала? Понимаю. Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Ничего страшного. Я устаю. Я понял. Ничего страшного. Ты очень хорошо будешь играть. Я знаю. Вот сейчас замечательно. Какая рука сейчас. Класс. Дмитрий Петрович. Молодец. Умница. Только кисть высота. Кисть чуть-чуть. Вот. И поверни сюда. Чуть-чуть. Вот. Вот твоя рука. А? Запомнишь, Юль? Ты уже взрослый. Ты тоже можешь за это наследить? Что там? Педагог. А? Вышли, Юль? Попробуй на сливочке сделать так. Не на весу, а уже со сливочкой. А? Вышли, Юль? Не-не-не. Где будет низенький? Вот. Кругленькие все пальчики. Кисть пониже. Локоть почти. Плечо здорово. Нет. Стоп, 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 стоп. Тихо. Скрипочку держим головой. Локоть висит. Да. Уложи пальчики. Уложи. Здесь кругленький. Кругленький. Пальчики. Кисть зажатый. Кисть свободный. Поехали. Кисть. Хорошо. Как главное, как колодочки. Мизинец работать. Мизинец. 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 Вот. 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 Вот эта работа отличная. Вот сейчас опять. Ага. И развернули. Дальше. Я Donc, пальчик не закручу. Вот. 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 И все. И поводите. Уводите ей. Ну, хотя бы месяц. Первый месяц, пока сейчас. А она дальше еще хуже будет. Да. Уже лучше. Уже лучше. Постоянно. Ну, поводите, да. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Что еще мне не очень нравится, что скрипочку держишь вот здесь, получается она все время. Я бы чуть-чуть повернул, да, ну и локоточек не на животе, а вот он висит, естественно. Если ты хорошо держишь скрипочку, у тебя локоть должен быть свободным, висит. Свободно, свободно? Во! Вот, умница. Давай, давай еще. Работаем чуть-чуть. А зачем ты так выгибаешь локоть? Ну вот, под скрипочкой, ну естественно. Поставь вот публика, допустим, в равной стороне. Стоп. Поехали. Да, висит, выгибается сейчас. Не угибай, естественно, висит. Вот, висит, висит, висит. Повисит, повисит. Да, свободно. Да, свободно. Ага. Задапы пить. Иди. Идавшись. Да, давай падец, возьмем, вот так, в лебедь. Падец на второй стороне в первой позиции. Падец. Поехали. Падец. Нет, посмотри. Это здесь, фадец. Угу. Так, стоп. Зачем так зажимать больший пальчик? Освободи его. Просто прислони его к скрипочке, не надо его сильно зажимать. И висит, повисит, повисит. Поехали, фадец. Освободи, 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 повисит. Поехали, чуть-чуть играется. Такая зажатая висит, за эту вибрацию немножко. Так, да. Освободи пальчик. Освободи над струной почти, над струной почти. Стоп, 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 тихо. Ничего не играй. Освободи этот пальчик. Не держи скрипочку. Вот какое должно быть движение у тебя от локтя. Поставь пальчик. Вот где ты должна вибрировать. Понимаешь? Плюс половина. Да, вот. А у тебя вот это, видишь? Ага. У меня не кисть. Кисть не двигает, а вокруг пальчик вибривает от локтя. Вот. Давай, давай, давай. Локоть, локоть работает. Во, 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 во. Вот, вот, вот. Да, локоть еще, локоть, локоть. Сейчас будет некрасиво звучать, не страшно. Давай, 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 свободно, свободно. От локтя. На подушечку, на подушечку. Вот. Вот. Ага. Еще, еще. Держи голову скрипочку. Держи. Уберируй. Уберируй. Угу. Зарабай. Уберируй. 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 Ага. О-о-о. Свободный локоть, свободный. Ага. Уберируй. 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 Пока чуть-чуть, потому что вот в кольтеле не слышно немножко, она с трудом вибрирует, физоляр такие. Они в четыре года начали такой вот кучкообразный постановку. А-а-а, понятно. Ну разжимать надо. И потом у нас какой-то характер был, вот столом по полу. Ну инструмент был очень тяжело к ней делать. Ну это понятно, следите за этим. Все, удачи вам. Спасибо. Все, спасибо. Участник мастер-класса образовательного центра. Это Игорь Александрович. Соня. Ну и вот еще трое. Спасибо огромное. На здоровье. Спасибо. 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 Спасибо.